Заменить водопровод, газифицировать улицу, обустроить уличное освещение. С такими просьбами жители республики смогли обратиться напрямую к главе Чуваши. Михаил Игнатьев провел очередной прием граждан по личным вопросам. Подробности в следующем материале. Пенсионерку Елену Нагаеву на прием главе региона делегировали жители улицы Дубравная, что в Чебоксарах. Она расположена вблизи Алатарского шоссе, которая каждый вечер погружается во мрак. Переходить дорогу здесь небезопасно. Необходимо установить фонарные столбы. Работы запланированы на весну следующего года. Вдоль этого шоссе есть пешеходная тропинка, по которой дети ходят в школу, в садик, пожилые, магазин корчуринский у нас. И на работу ходят. Мы практически в бюджете по дорожному хозяйству закладывали определенные средства. 11 миллионов рублей цена вопроса. Примерная такая расчетная, которая выделена с дорожного фонда на освещение этой трассы. А общая протяженность 4816 метров. То есть приличная тоже стоимость. Полагаю, что все будет у нас идти по графику. И к следующей осени, к октябрю месяцу, там практически люди получат соответствующее освещение. А жители деревни Починок-Энелия из Комсомольского района просят возвести Дом культуры. В нем нуждаются и ветераны, и молодежь. Более 10 лет наше население деревни живет без учреждения культуры. Потому что надо им обязательно организовать свой досуг после работы. А такого места, где могли они собраться после работы, чтобы раскрыться душой, у нас такого места нет. Пока собирается народ только в коридоре правления колхоза «Искры». Михаил Игнатьев отметил, что строительство Дома культуры намечено уже на следующий год. Проект будет реализован в рамках программы развития села. А в деревне Кубасы Маргаушского района в ближайшее время заменят водопроводную сеть. Решить вопрос окончательно жителям удалось на личной встрече с главой региона. Дорога есть, все есть, освещение есть. А вот водопровод. Там потому что чугунный водопровод в 76-м году сделали. Это уже надо поменять. Не выдерживает он. Ремонтируем мы сами. Личные встречи – действенная мера. Только в общественную приемную председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева с начала этого года обратилось более 900 человек. Чаще всего люди поднимают проблемы ЖКХ и строительство жилья. Решать их удается оперативно. То, что люди приходят, это говорит о чем? Это говорит о том, что люди доверяют политической партии «Единая Россия». Люди доверяют членам партии «Единая Россия». Это очень важно. И когда они видят, что вопросы решаются, что власть слышит их и в наших государственных программах все те предложения, которые предложены со стороны политической партии «Единая Россия», они включаются у нас в бюджетные параметры. И отдельные вопросы мы на самом деле разрешаем. Все эти встречи проходят на таком осознанном уровне, в плане нет каких-то там пустых обещаний. То есть мы конкретно говорим, что в наших силах то, что можем, то можем. Поэтому это тоже очень важно. График приема граждан расписан до конца года. Встречи проходят каждый день. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика.